Взлет Сегодня беспилотники активно применяются в самых различных областях для охраны государственной границы, противопожарной защиты лесов и для оценки последствий стихийных бедствий. Операторы армейского центра подробно ознакомили коллег с возможностями крылатых машин по ведению воздушной разведки, поделились опытом управления ими в различных погодных условиях и вместе обсудили проблемные вопросы использования беспилотной авиации. Акцентировать внимание о тех вопросах, какие имеются недостатки этого комплекса, какие-то есть пожелания у тех людей, которые эксплуатируют. Для того, чтобы в ближайшее время внести туда изменения при необходимости, чем-то его дополнить. Сотрудники центра буквально пошагово демонстрируют особенности предполетной подготовки. Распределение целевой нагрузки, крепление видеокамеры, тормозного парашюта. На показательных запусках аппараты работают в самых разных режимах. На земном пункте управления беспилотным авиационным комплексом находится оператор, который задает маршрут полета. После готовности летательного аппарата дается команда к запуску. На данных мониторах сотрудник полностью отслеживает параметры полета беспилотника. Операторов дистанционно управляемых аппаратов готовят в авиационном колледже и военной академии. В этом году армейский вуз впервые выпустил таких специалистов. Один из них – лейтенант Михаил Дементьев. Сегодня он работает самостоятельно. Как и любому летчику, так и оператору – это очень важный период, как и день его жизни. А также была у меня сегодня двойная ответственность, так как за мою работу наблюдали еще сотрудники сборов из разных ведомств. Участники сбора смогли произвести запуск виртуально. Компьютерные тренажеры моделируют обстановку, близкую к реальной. Подобные учебные сборы операторов различных силовых ведомств страны проводятся уже третий год подряд. В следующий раз организаторы планируют совместить учебу с научно-технической конференцией, в которой примут участие предприятия-изготовители беспилотной авиационной техники.